Уже более трех десятилетий кулинарные мастера со всего мира соревнуются в приготовлении блюд и демонстрируют свои таланты на виду у многочисленной публики гурманов. Каждые два года финал этого международного гастрономического события под названием «Золотой Бакюс» проходит во французском Лионе. Континентальные же его туры проводятся в различных тщательно отобранных странах. Досталось честь организации этого самого престижного кулинарного конкурса в этом году в Эстонии, которая ожидала тысячи поклонников из разных стран вкусно поесть. Но, увы, к нам они не приехали, хотя и пристально наблюдали за этим событием аналогом гастрономической олимпиады сегодня через интернет. Впрочем, даже в этих трудных условиях эстонские организаторы не скрывали своей радости, что им досталось честь проведения такого состязания невиданного масштаба. Накануне этого события своими чувствами поделился его вдохновитель и организатор Дмитрий Демьянов. Погрузимся в глубины гастрономии 15-16 октября. Все готовятся. На сегодня обстановка такая, что в Эстонию приедет 17 команд. Сейчас составляется график полетов через 100 и через как они будут ехать. Составлен протокол, протокол в связи с вирусом и требование въезд в Эстонию. Хотя детали проведения Бакюза в Эстонии менялись неоднократно, организаторам удалось убедить участников, что при соблюдении правил безопасности во время распространения COVID-19 это событие станет все же возможным. Но, к сожалению, почувствовать ароматы высокой кухни сейчас можно лишь на просторах мировой паутины. Как мы знаем, что этот нежданный гость корона и пандемия внесли абсолютно в любую отрасль жизненной коррективы. И не обошлось это без Бакюза. Мы два раза переводили стрелки соревнований, переводили даты. Потому что в Европе все страны, они по-разному высвечиваются в связи с короной, по-разному окрашиваются. Проблемы с выездом, проблемы с съездом. В 8.45 утра участники приступили к приготовлению первого блюда, на что по условиям конкурса им отведено 5 часов и 35 минут. Эстонию представляет молодой, но опытный повар Артур Казарицкий, который сделал головокружительную карьеру, урожень с силами. Он работает сушефом в одном из самых известных ресторанов Европы и Дании, удостоенным трех звезд Мишелина. Перед соревнованиями наш участник поделился своими чувствами. И хотя посмотреть эти соревнования можно лишь в интернете, организаторы, которые 12 лет боролись за проведение золотого байкюза в Таллине, уверены, что проведение такого престижного кулинарного конкурса привлечет внимание к Эстонии и европейской общественности даже в эти смутные непростые времена. Ну а новости Таллина советуют и нашим зрителям прильнуть к мониторам компьютеров, чтобы увидеть это реалити-шоу, которое наверняка прославит Таллин. Сергей Дедыкин, Вячеслав Скалецкий, новости Таллина. Продолжение следует...